Но это, конечно, неприемлемо. Какие могут быть гарантии от Рамзана Кадырова, конечно, я никогда не поверил бы никаким гарантиям, никаким их словам. Тумсо говорил с Чингизом. Я напомнил ему о том, чтобы они дали комментировать и лайкать видео. Если на комментарии ему было что сказать, то про лайки ничего не ответил. А на комментарии ему было что сказать. Интересно, что ему было сказать? Что он сказал на это? Типа не хотят, чтобы всякие больные люди писали всё, что им в голову приходит. Мат и тому подобное, наверное, я имел в виду. Интересно, но мне тоже не хочется, чтобы мне писали всякие больные люди. И для этого существуют фильтры, которые фильтруют матерные слова. Для этого существуют модераторы, которые должны следить за этим. Но, знаешь, вот представь себе, ты сейчас говоришь, я вот не хочу, чтобы у меня там что-то плохое писали. И тем самым ограничиваешь людей, не даёшь им высказывать своё мнение. Ну ты как бы, если ты уже начал этим заниматься, то приложи к этому усилия. Тем более, если я один, не имея там никаких иных, никакой команды модераторов, никакого государственного финансирования, ничего, я умудряюсь это как-то контролировать, там, отсеивать, следить за этим. То какая проблема целому государственному телевидению устроить вот эту модерацию своих комментариев. Мы прекрасно понимаем, почему они не дают писать комментарии. Потому что действительно люди, конечно, будут выражаться, ну, очень грубо, наверное, под их видео. Потому что, ну, люди вот настолько их любят. И они это прекрасно знают. И им просто нельзя, нельзя им показать, насколько люди их любят. Понимаете? Представляете, все увидят эту ненависть, всё, что им пишут. А взять, например, организовать там с помощью своего административного ресурса лайки и хорошие комментарии. Ну, они смогут это сделать на один ролик, на два. Постоянно они не смогут этого делать. Поэтому они этого никогда не сделают. Мы-то понимаем, что людей, показывающих, как Рамзан унижает свои земляков, волнует не то, о чём они говорят. Просто они любят чужое мнение, которое не их пользует. Да дело не в том, что они там не просто не любят. Это как-то мягко сказано, не любят. Это, ну, это фатально для них. Представляешь, это вот вся их деятельность, она как на ладони. Каждый человек сможет зайти и посмотреть, что народ думает об этих вот товарищах, об этой власти, об этом ЧГТРК. Но это им нельзя. Это, конечно, большие для них будут упущения. Так, видел ли ты видео на Эхо Москвы комментариями Максима Швиченко в твой адрес, твой коммент? Да, кстати, я видел это видео. Как раз хотел сделать об этом публикацию у себя в Телеграме, но, к сожалению, я что-то не смог этот ролик скачать, чтобы его обработать. Я, наверное, чуть позже это сделаю. Так, скажу коротко об этом. Я в своем прощальном видео моем, когда я говорил, что на Эхо Москвы меня назвали радикалом исламским, и что я бы хотел, чтобы люди авторитетные для Эхо Москвы, имеющие на них влияние, чтобы они как бы разъяснили им, что такое вообще исламский радикализм, и что не каждый мусульманин является, соблюдающий мусульманин является радикалом. Я когда это говорил, я даже не ожидал, что это произойдет так быстро, и что этим человеком, кто будет это разъяснять, будет Максим Шевченко. И, ну, я был, конечно, приятно как бы удивлен тем, что он, по крайней мере, я, конечно, не совсем, что он говорит, согласен, да, я вообще, в принципе, его такой стиль, когда он, ну, он всегда пытается говорить в таком формате, что вот и царь, и царь как бы хороший, и вот Томсо тоже как бы хороший, а вот там есть какие-то люди плохие, то есть он применяет такие вот приемы такой дипломатии, наверное. Ну, по-разному это могут люди оценивать. Мне это, честно говоря, не нравится, такое мне тоже не нравится. Конечно, я предпочитаю, когда люди либо, если уже начали говорить, то говорят, а если не могут говорить, то молчат. У меня такая позиция. Но разные люди там, сколько людей, столько и мнений. Но я благодарен Шевченко за то, что он как бы вот этот сам момент радикализма он разъяснил, и он очень ясно высказался, сказал, что Томсо никакой не радикал, конечно же, была ошибка. Ну, и там много еще лестного он в отношении меня сказал, поэтому в этом плане я ему, конечно, благодарен. И я надеюсь, что это, ну, эхо Москвы и те, и Сванидзе там, и ведущая этой передачи, в которой были эти слова про меня сказаны. Я надеюсь, что они прислушаются, и впредь такого вот больше там не повторится. Очень на это надеюсь. Томсо, если при личной гарантии Рамзана, как говорит Шевченко, в твоей безопасности, ты готов подумать о возвращении на родину с уважением к тебе? Конечно, нет. Какая может быть гарантия? От таких людей не принимаются никакие гарантии. И это понятно, что им нельзя доверять. Я понимаю, когда Шевченко говорит, он как бы, я же говорю, Шевченко, он такой вот пытается применить вот это вот чудеса вот этой дипломатии, как бы усидеть на двух стульях. И вы вот обратили внимание, как он мягко все выражает? Он уже вот тех людей, которых Рамзан отстранил, он их критикует, да, как-то негативно о них высказывается, но не высказывается ни о ком, кто сегодня у власти. То есть он уважительно высказывается о Джамбулате Умарове, он уважительно высказывается о Даудове, Магомеде, там, о Лорде, разумеется, там, о Рамзане Кадырове, да, уважительно говорит. То есть про тех людей, которые у власти, он всегда говорит хорошо. У него такая тактика, он никогда личности не критикует, он критикует явления. Он может критиковать власть в целом, там, какие-то явления, но никогда личности не критикует, ответственные за эти проблемы. И вот в том, что он говорил, там, да, если Рамзан, там, было бы хорошо, что если бы Рамзан дал, ему гарантии, но Шевченко должен, как бы, так говорить, чтобы вот усидеть на этих двух стульях. Но это, конечно, неприемлемо, какие могут быть гарантии от Рамзана Кадырова. Конечно, я никогда не поверил бы никаким гарантиям, никаким их словам, и ни в коем случае не вернется. Тумсо уже, я вам точно одно скажу, вот в эту, Кадыровскую Чечню, Тумсо не вернется, иншалла. Тумсо, видел, Джамбулата Магнитогорский играет, он четко на камеру, да, видел? Это вообще, конечно, супер, у него было выступление. Вообще, Джамбулат с каждым разом, он все перепрыгивает эту планку, он сам ставит вот эти рекорды. В этот раз он там аж в душу, в помыслы Кадырова залез, он прям, он говорит, с каким сердцем об этом там говорил Кадыров. Ну, вообще, я говорю, мне, честно говоря, меня не злит этот человек, он меня смешит, когда я его смотрю, мне бывает весело. Откуда у тебя столько информации? Ну, я работаю, я работаю, ко мне стекается информация, у меня есть обратная связь, я слежу, я читаю. Когда ты занимаешься какой-то деятельностью, соответственно, ты и получаешь необходимую тебе информацию. Ты сам работаешь или есть помощники? Ну, я работаю, я сам. Помощники, в каком смысле помощники? У меня нет людей, которых можно назвать, что они работают со мной, сидят на зарплате у меня или нет. Но в то же время все те люди, которые мне предоставляют информацию по обратной связи, они мне помогают, это мои помощники. Вы все, люди, которые меня смотрят, которые комментируют, это есть мои помощники. Субтитры создавал DimaTorzok